Когда я слышу имя Гарфилда, первое что приходит на ум это лазанья, ну и собственно наоборот. Джим Дэвис наверное и предположить не мог, что имя этого рыжего кота станет ассоциироваться с лазанью. А я в свое время не мог предположить, что буду снимать как буду ее готовить. Да-да, сегодня я хочу рассказать как готовить ту самую лазанью, так обожаемую Гарфилдом. Моя любимая лазанья! Из ингредиентов нам понадобится 300 грамм фарша, 2 лука, 3 помидора, листы лазанья, 100 грамм сыра и соус бешамель. Который мы приготовим из 50 грамм сливочного масла, 2 ложек муки и 300 миллилитров молока. Ну и так как я все-таки не ленивый рыжий кот, я также хотел бы показать способ приготовления листов лазанья самостоятельно. Для чего нам нужны только яйца и мука, чем в первую очередь и займусь. Итак, высыпаем в миску муку, добавляем яйца и замешиваем эластичное тесто. Для эластичности можно добавить немного растительного или оливкового масла. А также не бойтесь добавить воду, если муки оказалось слишком много. Замесив тесто, оставляем его на 10 минут отдохнуть. После чего делим на несколько частей и начинаем раскатывать тонкими листами. Чтобы мне было удобно готовить, я вырежу листы по форме уже имеющихся листов лазанья. После чего приготовленные листы лазанья выкладываем на бумагу или на доску. И периодически переворачивая, даем им высохнуть. Вот и готовы листы лазанья. Все довольно просто. Теперь я бы хотел заняться начинкой для лазанья. И для начала подготовить овощи. Для чего необходимо мелко порезать лук и помидоры, предварительно блошировав их. Когда овощи будут готовы, обжариваем на раскаленной сковороде лук. Когда он станет мягким, добавляем фарш. Солим и перчим по вкусу. Немного обжарив, добавляем мелко порезанные помидоры. Перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на медленном огне около 20 минут. Ну и теперь осталось приготовить только соус бешамель. Для чего необходимо растопить 50 грамм сливочного масла и вмешать в него 2 ложки муки. Добавить молоко. Посолить по вкусу и дать покипеть 5 минут. И теперь можно приступить к самому главному. Выложить все ингредиенты слоями. Смазываем форму подсолнечным маслом. Первым слоем выкладываем листы лазанья. Затем фарш. Сверху поливаем соусом бешамель. И следующим слоем снова листы лазанья. И так слой за слоем. Приобретенные мною листы лазанья не нуждаются в предварительной обработке. Поэтому я сразу выкладываю их в форму для запекания. Но всегда лучше ознакомиться с инструкцией. Когда все слои будут выложены, посыпаем сверху натертым сыром. И отправляем в нагретую до 180 градусов духовку примерно 30-40 минут. Все. Любимая лазанья Гарфилда готова. Приятного аппетита. Пока.